Министр обороны сегодня в Североморске. Прямо утро по самолёту его встречают командующие Северным флотом вице-адмирал Моисеев и главнокомандующий военно-морскими силами страны адмирал Евменов. Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы на ночно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах. В Баренцевом море возник пожар. Погибли 14 членов экипажа. Остальных удалось спасти. В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека охваченного огнём в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности и задрали за ним люк, чтобы не допустить распространение пожара по всему глубоководному аппарату. А сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Уже известного гражданского специалиста вытащил из отсека капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьёв. Дальше, задраив люк, он вместе с другими членами экипажа продолжил тушение пожара. Уроженцу Брянской области Дмитрию Соловьёву было 37 лет. С детства мечтал стать моряком. Окончил высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. У него остались жена и трёхлетний сын. Об обстоятельствах аварии по-прежнему известно немного. 1 июля в Баренцевом море, в территориальных водах Российской Федерации, глубоководный аппарат проводил ботиметрические исследования, то есть изучал структуру шельфа морского дна. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, трое – капитаны 2-го ранга. Двое из них являлись героями России. Все погибшие офицеры будут представлены государственной наградой. Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям. Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания. Глубоководный аппарат удалось поднять на поверхность и сейчас он у причала в Североморске. В этих краях сейчас полярный день, не темнеет. Примерно одинаковое ровное освещение и утром, и вечером, и ночью. И это позволяет осматривать пришвартованную к берегу глубоководную станцию в любое время. Эксперты могут работать круглосуточно. Как сообщили в Минобороны, Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошел пожар. Отдельное совещание министр провел с представителями предприятия-разработчика. Тактико-технические характеристики аппарата и даже марка секретны. Некоторые подробности раскрывают военные эксперты. Сама лодка, конечно, обладает уникальными характеристиками. Глубина погружения до 6000 метров. Она оснащена большим комплектом исследовательского и разведного оборудования. Весь перечень задач, конечно, представляет собой государственную тайну. Но это очень необходимый элемент обеспечения деятельности нашего военно-морского флота и обороноспособности страны в целом. В Североморске едва ли не каждый житель имеет отношение к военно-морскому флоту, поэтому трагедию здесь воспринимают как личную. Во многих храмах Мурманской области сегодня прошли литии и панихиды в память о погибших моряках-подводниках.